Что мы еще должны сказать и сделать? Какие случаи у нас остались? Только что мы разобрали случай, когда квадратичная форма нигде не равна нулю на примитивных векторах, и у нее есть значение основных знаков. Тогда возникает река. И если река бесконечна, то она зацикливается. Напоминаю, если форма положительно определенная, или даже, скажем, не отрицательно определенная, то у нас был колодец. Помните? Мы двигались вдоль стрелок, и вот даже такие формулы были, да? И в конце концов приходили к точке, где на этих вот трех стрелочках значение не меньше нуля. Обратите просто внимание, числа АВС удовлетворяют геронику треугольника. То есть А плюс Б больше или равно С, А плюс С больше равно ВД. Вот. И давайте я сейчас нарисую пару примеров, как выглядит картинка конвея для случая колодца. Заметьте, пожалуйста, тут чуть-чуть разные будут картинки, когда эти числа все положительные, и когда среди них есть 0. Это значит, что если форма, наоборот, принимает на всех отрицательные значения, то надо просто перед ней поставить минус, и, соответственно, то, что я сейчас буду делать, уже будет сделано. Ну, поехали. Представьте себе, что у нас есть картинка, здесь вот некоторое значение А, здесь такое же значение А, вот, и здесь некоторое значение Б. В таком случае, какое значение будет здесь? Чтобы была эта числа, если А, А плюс Б, что здесь будет? 2БА. А плюс 2Б, совершенно верно. А плюс 2Б. Так, а по симметрии везде. И теперь, смотрите, у нас стрелочки смотрят сюда, правильно? И здесь положительные числа. Значит, дальше будет что? Еще больше. Ну, понятно, у нас была такая лемка, что, если стрелочка смотрит здесь положительные числа, то дальше будет, она будет смотреть еще дальше, и числа будут еще больше, 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 больше. Абсолютно понятная картинка. Абсолютно понятная картинка. Хорошо. Теперь представьте себе, что у нас на всех трех стрелочках написаны положительные числа. тогда, что у нас вообще есть? Вот здесь написано. Тогда вообще не интересно. Тогда вообще все совсем просто, потому что, на стрелочке, здесь положительные числа, и будет увеличение, увеличение, увеличение. Ситуация? Понятно. Отлично. Что еще нужно разбирать? Форма может представленной. То есть, если у нее есть и положительное значение, и отрицательное, и она не представляет, то мы все помним. А вот теперь надо разобраться с ситуацией, что на каком-то примитивном векторе форма оказалась равна нулю. Ну, здесь, опять-таки, ситуация такая. Может быть, что она на каком-то векторе оказалась равна нулю. Давайте мы решим. Вот здесь она равна нулю, да? И у нее есть значения и положительные, и отрицательные. Это одна ситуация. Другая ситуация, что она на каком-то векторе равна нулю, но при этом у нее все значения одного знака. Вот давайте сначала разберем ситуацию, когда наша форма во всех точках не меньше нуля. но при этом где-то она оказалась как на нулю. Смотрим. Вот представьте себе, что здесь некоторое будет значение, некоторая величина. у нас, вообще-то, должна быть арифметическая провинция, правильно? Здесь. Значит, здесь будет какая-то величина а плюс h, здесь а минус h, а минус h, а а плюс h. Замечательно. А здесь будет какая-то величина? Здесь вот у меня а, здесь сумма а плюс h, а здесь что будет? А плюс 2h. А плюс 2h. Отлично. А дальше что будет? А плюс 3h. Да? Угу. Отлично. А здесь что будет? А минус 2h. Бесконечная в обе стороны арифметическая прогрессия. Вокруг этого озера арифметическая прогрессия. Так, это, конечно, замечательно. Только если выполнено вот это условие, то обязательно число h – это 0. Правильно? Если h будет больше 0, тогда вот в этом месте появится отрицательное значение. Если h будет меньше 0, тогда мы туда пройдем, равнее или просто появится отрицательное значение. Значит, если выполнено вот это условие, то h равно 0. Такая-то очень простая процедка. Смотрите, что это за форма. 0, а, а. Давайте поймем, как это записывается. В общем, это нашим способом, да? Это будет 0x квадрат. Здесь будет ау квадрат. И если вместо x и y подставить единицу, то должен получить число а. Значит, никакого x и крюка не будет. Это просто-напросто а умножить на и крюк квадрат. И никаких проблем с тем, чтобы нарисовать соответствующую картинку, разумеется, нет. Вокруг озера все подряд давим числа а. Так, а здесь что будет? 0, 2а, здесь что будет? 4. 4а. Ну, если честно, мне почему-то кажется, что все понимают, что это просто-напросто квадраты чисел. Да? Форма настолько простая, а и крюк квадрат, что... Ну и дальше у нас, естественно, здесь стрелочки, да? Возрастание. То есть, есть вот такая вот нулевая точка, и от нее разбегаются много возрастаний. Отлично. Отлично. Это мы разобрались с картинкой, когда форма неотрицательная. Ну, или когда, наоборот, она не положительная, то есть, с аналогами не то же самое. Теперь ситуация другая. Пусть форма принимает значения и положительные, и отрицательные. В таком случае на каком-то объекте, то есть, в какой-то области у нас будет положительное число, и на какой-то другой области будет отрицательное. Так? Будем давайте двигаться от одной области к другой. Совершенно ясно, что где-нибудь у нас возникнет участок реки. Если бы у нас вокруг озера все числа были бы одного знака, то мы уже помним тогда h равно нулю, и тогда форма это просто наоборот ай в квадрат. Значит, уж если у формы есть значения разных знаков, то даже вот я зря сказал, что будем там далеко искать, даже после если идти вдоль озера, то обязательно найдем. Поэтому наша замечательная речка как-то обязана впадать в озеро. Вот, скажем, здесь минус, да, вот у нас в то, что выходит, какая-то речка из озера. здесь отрицательное значение, здесь положительное значение. Может ли она бесконечно идти? Нет, не может. Потому что вы помните рассуждение про определитель. Там у нас была такая вещь, как а умножить на с минус а в квадрате разделить на 4. Да? Так это рассуждение здесь ровно так же. А вот числа эти самые а-это разных знаков, определитель постоянный философ. и значит, если бы мы бесконечно двигались, то обязательно быть, зациклились. А посмотрите, что такое зациклиние. Вот у нас есть наше озеро, с которого вышла речка. Речка, 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 речка. И представьте себе, что вот в этом месте все выглядит ровно так же, как в этом. В таком случае, вот у нас от этой точки, если пойдешь сюда, будет озеро. Так если опять не пойдешь, то тоже будет озеро. Понятно? И поэтому обязательно встретиться во время движения по речке обязательно встретиться еще один. Таким образом, сколько-то там шагов по речке мы сделаем, и опять возникнет ноль. Вот. Вот я повторю, здесь два варианта. сразу возник ноль, либо все-таки было несколько шагов, и после этого возник ноль. Так, наверное, имеет смысл нарисовать картинку, когда два нуля рядом. Вот так. Итак, здесь ноль, здесь ноль, и мы должны понять, что же это за квадратичная форма, и как выглядит для нее вся картинка. Так я на чем хочу. Смотрите, встаем вот в это место. Один коэффициент ноль, другой коэффициент ноль, значит, при x квадрате, при y квадрате коэффициент нули. Значит, что же это за квадратичная форма? Это с каким-то коэффициентом x, y. Понятно? Это x, y умножить на какой-то там коэффициент b. Вот. И значения выглядят очень просто. Вот здесь вот у нас b, здесь у нас минус b, чтобы была альтематическая кропрессия, здесь у нас ноль, ноль, b, здесь что у нас будет? Здесь 2b, так, ну, как положено, да, вот обходим вокруг озера по альтематической прогрессии. Минус 2b, минус 3b, здесь вот 3b, здесь минус b, ноль, b, здесь 2b, 3b, то есть вот здесь альтематическая прогрессия минус 2b. И если вы пойдете вот туда, вниз, то значения будут возрастать 0, 3b, соответственно, 6b. значит, есть вот эти вот два озера, смотрите, пожалуйста, они вот в эту сторону, здесь бесконечности идут, и здесь тоже бесконечности, они разделяют отрицательные и положительные значения друг от друга. При этом при движении вниз возрастает, ну, собственно говоря, это так устроено произведение x умножить на м. Хорошо. Теперь давайте поймем, что будет здесь и что это за квадратичная форма, которая на двух, заметьте, двух разных примитивных векторах равна 0. Вообще могу ли я так вот совершенно сходу привести принять такую форму? На самом деле же могу. Например, это форма x минус y умножить на 2x минус 3y. Вот этот множитель равен 0, когда x равно y равно 1, а этот равен 0, когда x равно 3, y равен 2. Так что такая ситуация даже не просто возможна, а давайте я приведу пример картинки, когда есть два узера. Ту самую формулу. x минус y умножить на 2x минус 3y. Давай посмотрим. Подставляем 1,1 здесь получается 0. Так, коэффициент при x квадратном вверху или внизу? Не помнишь? Вверху. А? А? Вверху? Точно? Сейчас вот здесь x квадрат вверху. Ну вот. Давайте пройдем порисовать картинку и посмотрим, где здесь текар. Вот здесь минус 5, здесь минус 3, 3, поэтому здесь минус 9, правильно? Здесь 3, 2, здесь у нас 1, 2, 1, здесь будет 0. Ну вот. Ну вот. И получилось, что у меня не то, что я хотел. То есть эти векторы, они конечно есть, но они соседние. Кстати, это легко проверить. Если взять матрицу 1, 1, 2, 3, то у нее определить крайние единицы, когда они действительно образуют варисы. Хорошо, меня этим не пройдешь. Давайте я возьму какие-нибудь два вектора, чтобы они были примитивные, но чтобы этот определитель не равнялся от единицы. тогда соседями не будут. Нужно взять, например, здесь написать число 5. Тогда уж точно получить получится. Вместо тройки пишем 5. 5. Здесь будет 5. И здесь будет минус 2 1. 7. Замечательно. Число надо сейчас сделать и написать заново. Будем искать два озера с рекой. Здесь будет 5. 1. 2. 5. 0. Отлично. Отлично. 5. 2. Здесь минус 1. Опа. Значит, вот этот кусок реки. Вот это кусок реки. И поэтому придется все перерисовывать. Смотрите, у меня уже есть кусок реки. Поэтому дальше я должен двигаться сюда. 0. 1. Здесь будет 2. Значит, здесь опять есть кусок реки. теперь нужно двигаться сюда. Смотрите, как здесь будет. Здесь меня 2. Здесь 2-1. 1. Значит, здесь будет 0. Ура. Вот вам пример, когда есть два озера, соединенные речкой. Ну, коротенько. Но терминит речка. Понятно, что она сколько львов длинный, если мы определить с которым больше величины. Что теперь еще сказать? Картинка конвейера, во-первых, доказала нам существование решения уравнения пели. Во-вторых, объяснила, что ее бесконечно много, потому что уже не дали. главная для любой квадратичной формы она дает алгоритм распознавание есть решение уравнения равно n некоторому данному целому числу, или такого решения нет. Потому что вы помните, что в случае положительно определенных квадратичных форм значения увеличивались при разбегании, а в других случаях увеличились при разбегании от речки или от расстреляющей штучки из двух нулей. И эта же картинка конвейера позволяет находить автоморфизм. То есть такие преобразования с целыми кефицентами стрелинга прям один, которые квадратичную форму переводят в силу. Если мы не болеемся и найдем на картинке места, где число симметричное, то автоматически получаем те самые автоматические. Вот. Это замечательная совершенно речь. Мне кажется, что действительно очень правильно конвей назвал свою книжку «Можно ли увидеть квадратичные формы, данные нам в ощущениях? Можно ли увидеть множество значений квадратичной формы? Для двух переменных можно. Вот такая картинка.